Добрый день, с вами канал Простые Решения. Сегодня мы с вами напишем игру Поймай шарик на языке Python, используя библиотеку TK Inter. Суть игры довольно проста. Необходимо поймать шарик, который случайным образом появляется на холсте на несколько мгновений. Но на примере подобной игры можно создавать и свои. Например, тир, охота на уток, стрелялки и так далее. Поэтому мы поступим следующим образом. Вместе напишем движок, то есть рабочий код для реализации данной программы, а дальнейшие навороты вы придумаете сами. Итак, после установки Python, вам нужно в поисковой строке ввести idle, открыть его и нажать файл, создать новый файл. Именно в нем мы и будем писать наш проект. Для начала нам нужно импортировать TK Inter. Пишем from TK Inter, импорт и ставим звездочку. Затем создадим окно. Название его будет у нас Windows, пишем равно TK. Далее мы с вами зададим название этому окну. Теперь давайте запустим нашу программу и посмотрим, что у нас получилось. Для этого нажмем на Run, запустить проект. Итак, он предлагает нам сохранить. Сохраняем его, допустим, как игра. Можете придумать свое название и нажимаем сохранить. Как вы видите, у нас появилось вот такое окно. Мы можем его расширить и увидеть, что у нас теперь название нашего окна. Поймай шарик. Давайте закроем это окно и продолжим писать код. Теперь давайте создадим холст для отрисовки наших объектов. Итак, мы создали холст, который поместили на наше окно. Задали ширину этого холста и высоту данного холста. Также мы создали фон, сокращенное слово Background. В данном случае у нас фон будет белого цвета. И к этому холсту, который мы с вами создали, мы теперь будем обращаться как переменной C. Теперь нам нужно данный объект поместить на наше окно. Для этого используем упаковщик. Пишем CPEG. И теперь у нас этот холст упакуется на наше окно. Теперь давайте запустим нашу программу. И посмотрим, что у нас получилось. Смотрите, у нас уже изменились размеры нашего окна. Потому как этот холл ставился в данную область. Далее думаем про шарик. Как он будет появляться? Это будет один и тот же шарик или каждый раз разный? Предлагаю сделать каждый раз разный со своим цветом и размером. Значит сначала создаем список доступных цветов. И заводим переменную счетчик, которая будет считать попадание. Итак, мы создали список цветов. Это у нас будет красный, оранжевый, зеленый и синий. И также мы создали переменную, которая будет считать количество попаданий. И задали ее изначально равную нулю. Начинаем писать процедуру создания нового шарика. Поскольку шарик должен появляться в случайном месте, задаем координаты x и y рандомно. Но для этого нам нужно сначала импортировать библиотеку рандом. Итак, начинаем писать процедуру создания шарика и назовем ее Ball. Задаем координаты x и y рандомно. Зададим радиус нашего шарика. Далее создаем новый шарик и заполняем его случайным цветом. Делаем выбор цвета из созданного нами списка. Вот теперь возникает резонный вопрос. Как отследить попадание мыши в фигуру? В питоне для этого случая есть метод TagBind. Он позволяет привязать события, например, щелчок, кнопка и мыши, к определенной фигуре на канвас. Таким образом можно реализовать обращение к различным областям холста с помощью одного и того же события. Структура данного метода такова. Итак, у нас сначала пишется контейнер сам. Это у нас наш канвас. Дальше у нас идет метод TagBind. Он применяется к объекту. Это у нас будет новый шарик. Дальше идет событие. Это у нас будет щелчок мыши. Button1. И дальше функция обработки нажатия мыши. Это у нас будет ClickOnCircle. То есть нажатие по нашему овалу. Давайте допишем нашу функцию Ball. Осталось последнее в этой процедуре. Задать время, через которое будет показываться шарик. То есть программа на 1500 миллисекунд, то есть на полторы секунды, задержится, а затем запустит функцию Ball. Теперь вызовем эту функцию из основной программы. И вызовем функцию MainLoop. Эта функция вызывает бесконечный цикл окна. Поэтому окно будет ждать любого взаимодействия с пользователем, пока не будет закрыто. И давайте запустим нашу программу. Опять же ее сохраним. И как мы видим, нам программа выдала ошибку. Ведь процедура ClickOnCircle у нас не определена. Давайте ее с вами опишем. Строки Pass указывают программе, что процедура есть. Но она ничего не делает. Мы пока так ее оставим, вернемся к ней позже. Теперь давайте запустим заново. И как мы видим, у нас все работает. То есть программа не выдала никаких ошибок. И у нас появляются наши кругляшки. Но проявляются они как-то неправильно. То есть они должны появляться и исчезать. Они у нас просто генерируются на экране. Поэтому в начале процедуры Ball поставим оператор Delete. И удалим все с данного холста. Давайте запустим нашу программу. Как мы видим, теперь у нас все работает как нужно. И шарики теперь у нас появляются по очереди по одному. Следующий шаг – обработка щелчка мыши функции, которую мы использовали в функции Ball. То есть пришла пора вернуться к функции ClickOnCircle. Для ее программирования нужно ответить на вопрос, что будет, когда пользователь попадет по шарику. Очевидно, что нужно считать количество нажатий. И если щелчок произведен по шарику, то увеличить значение переменной на единицу. Эту переменную мы уже ввели. Она фигурирует под именем Count. Пишем процедуру обработки щелчка мыши. Обратите внимание, здесь переменная Count стоит после слова Global. Что это значит? В Питоне так заведено, что все переменные, которые используются в процедурах по умолчанию, локальные. То есть существуют внутри процедуры. И когда процедура закончит выполнение, то переменная уничтожается, ее значение теряется. А нам нужно посчитать, сколько всего попаданий было. Следовательно, значение обнуляться не должно. Поэтому я ставлю служебное слово Global перед переменной, которое указывает программе, что хранимое число удалять нельзя. В строке Print я вывожу значение переменной в консоль, чтобы проверить, работает ли программа правильно. Так, давайте запустим программу. Как мы видим, после каждого нажатия у нас отображаются здесь цифры. Код работает замечательно. Следующим шагом давайте сделаем так, чтобы количество попаданий отображалось в окне. Как это сделать? Добавить на холст метод CreateText. Мы уже создавали текст этим методом, однако в этом же холсте отобразим корректно. Количество попаданий довольно проблематично, потому что каждые полторы секунды происходит перерисовка холста, и наша надпись будет пропадать. Поэтому мы сделаем еще один холст внизу, и на нем нарисуем эту надпись. Нижний холст будем обозначать буквой P, дадим ему немножко другие размеры, а также зададим оранжевый цвет. Ну и следовательно, также упакуем его. Теперь давайте на новом холсте создадим две надписи, используя метод CreateText. И первая надпись у нас будет просто слово попаданий, а вторая надпись будет у нас выводить счетчик наших попаданий. Также не забываем, что наш текст будет создаваться после каждого попадания, следовательно, нам нужно будет перед этим удалять все, что было на холсте. У второй надписи с текстом нужно сместить координату по иксу, чтобы она у нас печаталась немножечко правее. Теперь давайте запустим нашу программу, и увидим, что теперь внизу у нас отображается счетчик попаданий. Игра готова. Несмотря на не очень презентационный внешний вид, это уже вполне готовый движок для создания более крутых и более красочных игр. Ну а если вам это видео понравилось, ставь лайк и подписывайся на канал «Простые решения».